Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что в моих ссылах немножко просветить вас относительно того, что из себя представляет работа психотерапевта, психолог. Работа представляет из себя взаимодействие с человеком. С человеком, у которого есть определенный запрос, определенные проблемы, определенные сложности, противоречия, травмы. И с этим мы работаем. Вы же предлагаете погадать о том, что происходит с другим человеком. Не с вами, а с другим. Ну, если этот другой человек согласен с тем, что у него проблема, пусть обращается на сайт так же, как это сделали вы. Пусть сам задает вопрос так же, как это сделали вы. И мы дадим ответ так же, как это сделаем для вас. Но вы не можете служить представителем другого человека, и вы не можете понять другого человека. Потому что другой человек сам иногда себя не понимает. А вот почему вы хотите понять другого человека в данном случае мужчину? Вопрос интересный. Давайте приползем на секундочку, что в вашем браке было все в порядке. Просто чувства прошли. Прошли как-то вот незаметно, так что и не понятно было, что они прошли. Ну, вы жили и жили по привычке больше. Потом встретился вам мужчина. Вы в него влюбились. Он вас влюбил. Вы поняли, что мужа не любите. Ушли. А он уйти не может. И вы мучаетесь. Потому что он боится оставить детей. И с вами расстаться не может. И детей оставить тоже не может. Вот если предположить, что все было так, то по факту сейчас вы хотите, чтобы у вас было объяснение того, почему мужчина боится. чтобы объяснить себе, почему он и с вами, и с детьми. А значит, с своей женой. Но вы как-то вот это сопоставьте со своими ценностями. То есть, ну, как вот вам кажется, с точки зрения ваших ценностей, мужчина, он, он поступает как? Или всех можно пожалеть, простить и принять? Нет, всех можно пожалеть, простить и принять. Но можно не позволять всему влиять на вашу жизнь. Это, знаете как, вот, к примеру, встречается Вегетарианец и Мессоед. И Мессоед говорит в случае, да я тебя принимаю. Ну, не ешь мясо. На здоровье дело твое. Да, я тебя не буду заставлять. Вегетарианец говорит в том же случае, да я тебя принимаю. Ну, как бы ешь ты мясо. Ну, на здоровье. А тут Мессоед говорит, слушай, я тебя принимаю, но если ты, там, не будешь, не поешь мясо со мной сейчас, то я, там, обижусь, там, как бы вот что-то сделаю, да, с тобой. И все. Вот, понимаете, это уже не про принятие речи. То есть про то, что вместо ваших ценностей пытаются поставить свои. То есть вместо ценностей того, что я, ну, условно говоря, беру на себя ответственность за свои чувства и следую им. Вместо этого я допускаю, что у меня может быть несколько женщин, несколько семей. Потому что у меня не одна женщина, не одна семья. Я допускаю, что человек, который меня любит, будет меня с кем-то делить. Это неплохо и нехорошо. Это просто факт. Давность. Вот вам нужно себя спросить, так это или нет. Понимаете? Это с одной стороны. И с другой стороны. Вопрос. Вы говорите, я его люблю. Хорошо. Я мучаюсь. Вот, понимаете, когда говорите люблю, говорите про другого. Я тебя люблю. Когда говорите мучаюсь, вы говорите, я мучаюсь, мне плохо. То есть вы хотите сказать, что ваше люблю влияет на то, как вы себя чувствуете. Вот если вы человека любите и он с вами, вам хорошо. Если вы любите и человек не с вами, вам плохо вы мучаете. Ну, возникает вопрос. А совсем ли это про любовь? Потому что любовь все-таки про другого человека. Про желание сделать человека счастливым. Про принятие человека. Просто так, таким, как он есть любым, со всеми его минусами, недостатками и так далее. Без объяснений. Без рационализации. Знаете? А у вас я мучаюсь. А я мучаюсь от чего? Вот как бы, от чего я мучаюсь? Может быть вы и раньше тоже мучились в какой-то степени, ну в смысле в браке мучились тоже, потому что без любви вы в браке и жили, или в любви, но не в удовлетворенности вы жили, отсюда такой перекус. То, что вы описываете, также можно назвать созависимостью или любовной зависимостью, здесь больше любовная зависимость. Это идеализация человека, которому есть псевдолюбовь. Но самое главное это то, что, кто вы сама по себе? Ну вот, грубо говоря, вот сами по себе вы кто? Сами по себе вы куда движетесь, к чему идете, к чему стремитесь? Вот в чем вопрос. Означит ли то, что вы мучаетесь из-за отсутствия мужчины в вашей жизни? Означит ли это, что вы жалеете о том уходе из брака? Или что вы не знаете, как вам дальше жить? Или что может быть это самое для вас интересное в жизни? А может быть это значит, это не значит ничего из причисленного, но есть что-то еще. Подумайте об этом. Ну это все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok